За эстетической красотой тела и лица гонятся многие представительницы прекрасного пола. Идеальная кожа – это не только использование качественной декоративной косметики, но и разрешение всех проблем со здоровьем. Акны, розация, пигментные пятна, сосудистые звездочки, подкожные высыпания – все эти заболевания можно и нужно лечить. Но даже чистая и здоровая кожа нуждается в грамотном профессиональном уходе. В этом помогают и лазерные процедуры. О том, помогает ли лазер на 100% избавиться от всех вышеперечисленных проблем и каким воспользоваться, нам расскажет врач, косметолог-дерматолог медицинского центра «Целитель» Ольга Спиридонова. Ольга Михайловна, здравствуйте! Я слышала, что есть ЭЛОС и фото-лазер. Что это такое? Это всего лишь навсего две технологии. Отличие у них заключается в том, что фото-лечение или фото-удаление, или же по-другому это называется, IPL-технология, то есть это импульсный свет высокой частоты. А ЭЛОС-технология, она в себя включает и фото-лечение и удаление, и плюс еще подачу РФ-энергии, то есть это электрический ток высокой частоты. Поэтому благодаря именно воздействию тепловой энергии, которая получается в клетках-мишенях при воздействии световой энергии, мы, воздействуя на эти клетки-мишени, получаем те или иные эффекты. Дело в том, что лечение акне, лечение розации, дерматита, это всегда комплексный подход, и мы никогда не подходим в лечении этих заболеваний именно с аппаратных методов. Как правило, мы аппаратные методики фото-лечения или же ЭЛОС-лечения мы подключаем в дальнейшем для того, чтобы получить уже более хороший, более продолжительный эффект. И, как правило, это сочетание. Вначале мы проводим системную терапию, как лечение акне, так и в лечении розации дерматита, а затем уже подключаем аппаратные методики. Для взрослых есть антиэйдж-процедуры. Чем они помогают и кому можно обратиться? Да, очень востребована эта процедура. Более того, у нас уже есть свои собственные наработки положительных результатов именно в применении технологии ЭЛОС и фотоомоложения. Пациентки очень довольны, при том, что результат многие видят буквально после первой процедуры. Здесь непосредственно точка приложения у нас вода, и мы путем воздействия тепловой энергии на клетки соединительной ткани, фибробласты, мы приводим их к выработке нового коллагена, то есть процесса неоколлагенеза, она запускается в ткани. А это уже и разглаживание морщин, это хороший ровный цвет лица, это сужение пор. И многие даже отмечают, что это лифтинг-эффект. На самом деле лифтинг-эффект, он проявляется гораздо раньше. Ну и мы решили на этом не останавливаться. И в продолжении аппаратных методик кому-то показано сочетание не только аппаратных методов, но еще и, например, инъекционных процедур. Поэтому получаем еще более выраженный и стойкий эффект для наших красивых пациенток, которые хотят выглядеть всегда молодо и сохранить эту молодость. На сегодняшний день это очень актуально. Анти-эйдж-процедуры, они для какого возраста пациентов? Анти-эйдж-процедуры мы начинаем уже с 25-летнего возраста. Хотя эти технологии и фотоомоложение, фотоэпиляция и также в отношении ЭЛОС-технологии, они разрешены с 18-летнего возраста. И до? И до того момента, когда у нас еще кожа, у нас остается в ресурсе, приблизительно это возраст 60-60+. Но это все очень индивидуально. Всегда на осмотре, на консультации мы определяем, кому до какого возраста можем предложить и какие процедуры можем предложить. А существует ли идеальная кожа? Идеальная кожа – это, как правило, кожа, которая имеет здоровый вид, то есть отсутствуют морщинки. А эта кожа имеет гладкую поверхность, поры сужены и, как правило, подтянутый овал лица. Но это состояние мы имеем не так долго, как нам бы хотелось, потому что возрастные изменения у нас в коже начинаются, увы, с 25-летнего возраста. Поэтому постепенно изменения, которые претерпевают кожа, а это и провисание ткани, формирование морщинок, и глубокие складки могут даже сформироваться в зависимости от того, какой это морфотип старения. И это побуждает наших пациентов уже обращаться за теми или иными процедурами. Но я считаю так, что каждая пациентка, глядя на себя в зеркало, она сама определяет, насколько ей нравится свое собственное отражение в зеркале. А с какими заболеваниями кожи обычно приходят для лазерной процедуры? Ну, чаще это пигментация на лице, это акне и постакне, это рубцовые изменения кожи, застойные пятна, которые остаются на коже после разрешения воспалительных высыпаний. И это чаще всего купероз, то есть расширенная капиллярная сетка на лице чаще всего. И, наверное, какой-то вот такой вывод, как часто может посещать врача-косметолога-дерматолога? Посещать врача-косметолога необходимо, но каждый решает сам для себя. Рекомендую заниматься процедурами, проводить процедуры по поддержанию кожи в хорошем состоянии и тем самым отсрочить возрастные изменения вовремя. Начинаем где-то с 25-летнего возраста. Это не обязательно должны быть какие-то очень сложные процедуры, достаточно уходовых процедур, массажа. Или же это могут быть какие-то аппаратные методики. Или же это могут быть какие-то единичные инъекционные процедуры. Но поддерживать это нужно регулярно. Идеальная кожа – это миф. У каждого из нас день ото дня на коже могут появиться какие-то высыпания или небольшие проблемы. Важно вовремя обратиться к дерматологу за консультацией или назначением лечения. Специалистам медицинского центра «Целитель» можно записаться онлайн или по телефону. Обращайтесь, не игнорируйте свой организм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова